Механизм подушевного финансирования раскритиковала депутат Мажелиса Екатерина Смышляева. В частности, она озвучила известные случаи льготного автокредитования, выдачи субсидий фермерам, когда счет идет на секунды. Этот же принцип правительство применяет и в распределении мест в дошкольном образовании, отметила Смышляева. Депутатский запрос с требованием пересмотреть бизнес-процесс оказания услуг доп. образованием с установлением одного соответственного госоргана, установлением единых тарифов для всех организаций образования, независимо от формы, собственности и другими нормами депутата, адресовала премьера-министру. Создать единую электронную очередь на базе информационной системы учета контингента Министерства просвещения. Установить критерии очередности распределения мест для отдельных категорий детей. Предусмотреть механизм рандомного отбора, но при обязательной регистрации всех заявок. Обеспечить равный доступ детей к получению услуг дополнительного образования. Дать новое дыхание городу Аральску, что в Козлородинской области, поможет в создании свободной экономической зоны в регионе. Об этом говорили участники международного форума. Ученые, экологи, зеленые активисты, представители бизнеса и инвесторы рассмотрели возможности создания промышленного кластера в области. Это подразумевает реализацию проектов, направленных на развитие зеленой экономики, а также традиционной для региона рыбной отрасли. Речь шла о гарантированных государственных преимуществах. Предоставление значительных налоговых льгот, которые будут способствовать ускорению развития производства и привлечению иностранных инвестиций. По итогам работы предложения и рекомендации будут направлены в парламент. Главная наша цель – рассмотреть в парламенте вопросы по оралу, пересмотреть действующие законы и добиться вновесения в них необходимых правок. При этом сделать акцент на создании здесь специальной экономической зоны и налоговых послаблений, которые позволят привлечь инвестиции в различные отрасли. Я предлагаю реализацию проекта в сельскохозяйственной отрасли. В частности, безотходную верблюжью ферму. Это – многопрофильный бизнес, который будет основан на полной переработке мяса, молока, шерсти и кожи животного. Приступить к реализации проекта планируем в следующем году в поселке Саксоульск. Глава государства Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в уголовный кодекс о штрафах за рекламу финансовых пирамид. Документ принял Жигару Кенеш 5 апреля. Ответственность за рекламирование финансовых пирамид публично с использованием средств массовой информации и интернет-ресурсов сопряжено с причинением ущерба в крупном размере. За это предусмотрен штраф от 150 тысяч до 200 тысяч сомов. По словам автора закона проекта депутата Жигару Кенеша, за 10 месяцев 2022 года возбуждено 766 дел в отношении финансовых пирамид. Размеры ущерба составляют 366 миллионов сомов. Европейская экономика продолжает демонстрировать устойчивость в непростом глобальном контексте. И Еврокомиссия в своем весеннем прогнозе предполагает, что в ближайшие два года ее темпы роста будут выше, чем ожидалось. Это связано со снижением цен на энергоносители, решением проблем с поставками и сильным рынком труда, поддержавшим умеренный рост в первом квартале 2023 года, раз и навсегда развеяв опасения относительно рецессии. Начало года прошло лучше, чем ожидалось, что повышает прогноз рост экономики Евросоюза до 1% в 2023 году и 1,7% в 2024. Прогноз для еврозоны имеет аналогичный характер. Рост ВВП теперь ожидается на уровне 1,1% и 1,6% в 2023 и 2024 годах соответственно. Следующий экономический прогноз Еврокомиссии обновится, прогнозы ВВП инфляции, и, как ожидается, будет представлен в июле 2023 года. Субтитры создавал DimaTorzok